Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа по существу. И я ее ведущая Татьяна Трофимова. 19 марта в России отмечают День моряка-подводника. Этот праздник в Российской империи отмечали с 1906 года, когда император Николай II включил в классификацию судов военного флота новый класс боевых кораблей – подводные лодки. А в состав российского флота были включены 20 подводных лодок. После военного переворота 1917 года отмечать День моряка-подводника перестали. Почти через 80 лет праздник был возрожден. И с 1996 года ежегодно отмечается День моряка-подводника. А каково это быть подводником, нам расскажет Юрий Витальевич Яковлев, капитан второго ранга и к тому же заместитель председателя общественной организации морского братства Батаревского района. Здравствуйте, Юрий Витальевич. Мы знаем, что Вы служили на Тихоокеанском флоте. Как Вы стали моряком-подводником? Здравствуйте, Татьяна. Трудно сказать, как я стал моряком-подводником. Но если исходить из родословно, у моего прадеда было шестеро сыновей. И каждому он дал образование. Вот старший сын – это мой дед. Он в 13 лет его прадед отдал в школу младших унтер-офицеров. Это в Симбирске, нынешний Ульяновск. Вот он, окончив который, стал офицером. Потом стал красным командиром после революции. И вот, видно, эта любовь его захотелось ему продолжение себя видеть во мне. То есть он захотел, чтобы я стал офицером, защитником своей родины. А так как в это время морская романтика у нас везде гуляла, играла, то я захотел лично в морское училище. И поступил в 75-м году после окончания школы в высшего военно-морского инженерного ордена Ленина училище имени Феликса Дзержинского. Она так называлась в городе Ленинграде. На первый факультет. Первый факультет – это факультет спецэнергетический называется. То есть ядерный реактор. А в то время ядерный реактор только на атомных подводных лодках были. Поэтому я стал моряком-подводником. Вот так сложилось. А по окончанию этого училища я по распределению попал на Камчатку, 8-ю дивизию атомных подводных лодок. Вторая флотилия, сейчас Вилючинг называется, в то время назывался Рыбачий. После этого вот началась моя служба уже на должность командира группы 1-го дивизиона, боевой части 5. И потом вот это дело все продолжалось. Рос, в принципе, закончил я службу командиром электромеханической боевой службы на корабле. То есть 667-го проекта теперь уже нет. Это ракетные подводные крейсера стратегического назначения, которые транспортировали 16 баллистических ракет с ядерными боевыми головками. То есть мы ходили на боевые службы и в любой момент были готовы дать залп по тем целям, которые нам укажут. А на подводной лодке, несмотря на все-таки сложные задания, своя атмосфера, своя жизнь какая-то течет. Вот сейчас, когда вы встречаетесь со своими служивцами, какие истории, может быть, веселые или грустные вы вспоминаете? Что рассказываете детям? То, что запомнилось, вот нас в 85-м или 86-м году, в 85-м, 16 суток американцы гоняли, мы были на боевой службе. И вот так, как я служил на Тихом океане, там, в принципе, вся глубина, то есть все дно Тихого океана, начиная от Камчат-Курильской гряды, ближе к Индийскому океану, оно все покрыто гидрофонами. То есть такая система есть сосус-обнаружения подводных лодок по шумам. И на 51-е сутки похода, помню, ну где-то в это время взрыв такой случился. Ну, бой у нас вырвало аварийный, первый отсек, он улетел, потом уже. И зацепили, видно, по шумам, у нас гоняли вот эти эсминцы типа Спруинс в течение 16 суток. Ну, а для подводника потеря скрытности, тем более на боевой службе, это смерть подобная, правильно? Обнаружили, значит, убили тебя. Вот так наш командир проявил мастерство, умение, и мы ушли от них, спрятались, так сказать. — Насколько подводники уходят в море? — Ну, насколько подводники уходят в море, это зависит от проекта подводной лодки. В принципе, чем она занимается и от ее принадлежности атомной, дизельной. Ну, если атомная подводная лодка, то уходит обычно в районе трех месяцев. 78 плюс там определенное количество дней. Есть и дизельные лодки, они могут ходить годами, потому что они всплывают периодически, на подзарядку аккумуляторной батареи, у них воздух меняется в отсеках. Ведь самое главное в этом, в автономности не техника, техника она выдержит и может год, и больше, а люди, люди, они в замкнутом пространстве, где содержание углекислого газа отличается порядка 20 раз, чем, например, в земной атмосфере, то в крови человека начинаются уже необратимые процессы, вот чтобы этого предотвратить. Автономность корабля вот такая. — А сколько вы дней были? — Ну, лично я 90, самое большее было 92 суток мы ходили, ну, а так сделали 11 боевых служб, в принципе. — Сложно на 92 суток? — Это определенная работа, как-то об этом не думалось, были молоды, об этом не думалось, и как-то нормально все. — И вот уже 20 лет вы офицер в запасе. Чем вы занимаетесь дома и не скучаете ли по морю? — Ну, каждый моряк, он, в принципе, скучает по морю. Это может, чисто искренне говорю, это может он похвалится, говорит, что это ерунда, ну, вспоминается это море, все, потому что, ну, многие, ну, может, метафорически, это, в принципе, говорит, раз одев тельняшку, она как-то уже вживается. — Прирастает, да? — Да, прирастает к телу, и содрать ее очень тяжело. А чем занимаюсь? Ну, общественная организация создана в Батаревском районе, она называется «Союз моряков, морское братство». И, ну, естественно, устав, все, одно из положений этого устава — это воспитание подрастающего поколения. Сейчас мы вплотную занимаемся этим делом. То есть создали мы впервые в Чувашской республике, наверное, с первоклассников вот два кадетских класса. Первый — это в этом году, а не в прошлом году, и позапрошлом году, это уже сейчас они второклассники. Они у нас называются не кадеты, а воспитанники кадетского класса. Так как по закону кадетского образования мы не можем их кадетами обозвать, потому что они только с пятого класса кадетами становятся. — Помимо кадетских классов что-то еще? — Ну, помимо кадетских классов мы поддерживаем ветеранов флота. Вы знаете, вот когда человеку 85 лет, он приедешь к нему поздравить 85 лет, вспоминаешь море, вот мы собираем делегации, едем, как вот человек, ему еще, можно сказать, года-два жизни прибавляется, понимаете? Как вот это, ну, всякое. Помимо этого у нас вот хочется отметить еще, у нас в селе Батырево, наверное, украшение нашего Батырево будет, оно не только будет, уже есть. Вот такая красивая церковь построена. Державная икона Божьей Матери называется. Вот сейчас, ну, указанием святейшего митрополита нашего, Чавоксасского-Чувашского, Варна, там настоятелем назначен тоже бывший моряк Марков, отец Николай, который занимается. Вот отец Николай привлек нас, нашу организацию, и мы положили все, чтобы запустить эту церковь. Она вот 14 лет стояла, потому что настоятели, ну, все знают, наверное, в Чувашии, настоятели этой церкви убили в свое время отца Анатолия. После этого все это заглохло. И вот, и второе, короче, она трехпредельная будет, большая, державная эта церковь, трехпредельная. Один из пределов будет посвящен, ну, один предел это Сергея Радонежского будет, второй – державная икона Божьей Матери, а третий предел мы уже застолбили, это будет праведного воина святого Федора Федоровича Вшакова, адмирала флота, все знают эту фамилию, адмирал, который не проиграл ни одного морского сражения. Усилия, основной упор делаем на воспитание у этих маленьких детей, чтобы они знали, ими занимаемся. Они, это вот дети, это, в принципе, все не расскажешь. Наверное, вы учите детей любить море и при этом защищать Родину. Да, мы учим их не быть моряками, честно говоря, а учим любить своих родителей, свою землю. И защищать ее. И быть достойными людьми, да, конечно. Я желаю вам успехов в вашем хорошем начинании. Я напоминаю вам, мы сегодня беседовали с капитаном второго ранга Юрием Витальевичем Яковлевым. Спасибо вам, Юрий Витальевич, за интересную беседу. Спасибо вам. И, пользуясь случаем, хочется поздравить ветеранов военного морского флота, ветеранов-подводников с праздником военного морского флота. Пожелать здоровья, не болейте. Здоровья детям вашим, семье вашей, благополучия. И все, чтобы у вас было хорошо. До свидания. Вы смотрели программу «По существу». Мы говорим вам до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова